Всем привет! Ну, в общем, вообще сегодня нелётная погода меня просто сносит. И зонтик вместе со мной. Если я сейчас стану без зонта его выломаю, то буду вообще... И это только утро, понимаете? Это только начало. Ах, в общем, на посылку по Укрпочте пришло. Надеюсь, что там всё цело, всё нормально. И на новую почту пришли вещи, о которых я рассказывала. Поэтому не дождь. Ничего меня сегодня остановить не может. Мне надо питы забрать. Вообще надо в магазин питы. Мне в АТБ по средам обновление акций. Мне надо подивиться. А вдруг там что-то так и хорошее будет, вкусное. То я, что что-то куплю, вам тоже покажу. В общем, забрала я посылку. Но, к сожалению, только одно. Такие мы мокрые дошли. Я мокрая курить даже вам себя показывать пока не буду. Буду сейчас проводить себя до ладу. Обзорчик сделаем вечером, я думаю. Потому что у меня сейчас просто не будет времени. Мне надо сходить в душ, помыть голову, позавтракать и уже собираться в путь в дару. У нас пока ещё дождь. И да. Вот. Я просто сейчас, наверное, открою, чтобы она у мокрой коробки не стояла. И уже вечером будем с вами мерить. Ну, или завтра. Но в любом случае вы всё это увидите в одном видео. Укрпочту посылку не забрала, потому что... Ну, как бы написано, что не с 8 работают. В итоге я где-то в 8.05.8.10 пришла. У них ещё была закрыта. И мне уже некогда было ждать. Поэтому пошла просто на новую, забрала. Коробка вся мокрючая. Я теперь понимаю, почему доставка вышла 136 гривен, потому что ещё и коробка. В целом, мне эта посылка обошлась где-то полторы тысячи вместе с доставкой. Ну, и там 5 вещей. Я считаю, что это, ну, классно. Одна мама, но всё остальное моё. Моё-моё. Уже буду ждать распаковочки. Надеюсь, что вы тоже. Блогер только догадалась включить свет. Ну, в сути, я думаю, вы поняли. Уже начало не буду перезаписывать. Опять же, потому что, вот видите, меня уже колотит от того, что время очень летит очень быстро. В общем, что можно купить по выгодной цене в АТБ? Сейчас это вот такую вот кукурузу по 28, по-моему, гривен. Так она 36. И мне нравится с этой штукой, потому что другие баночки я открываю, к сожалению, не умею. Дальше сок. Сейчас по скидке. Не знаю, что-то захотелось себе вот такой вот сок чудо-чадо. Раньше, когда я в Днепреживала, я очень часто его покупала и много. Очень классный сыр. Три вида там чеддер и гаван. Короче, три вида вот таких вот пластинчатых сыра тоже по 37 с копейками. Очень выгодно. Я беру для омлетов, для разных там рецептов. И очень классная скидка на вот эту вот шоколадку, девочки. Горобить. Я эти кедвы взяла. Я думала, надо было, наверное, три взять. Хочу себе одну оставить. Одну, возможно, положу в какой-то подарочный бокс. Классный шоколад, но он очень приторно-сладкий. То есть, если вам не очень такой нравится, то такой лучше, наверное, не брать. Мне в последнее время не очень нравится сильно приторный, но я повелась на скидку. Да, он без скидки стоит 57, по-моему, гривен. Со скидкой сейчас 38 с копейками. Поэтому взяла такие две шоколадки. Не знаю, может, сделаю типа горячего шоколада. Знаете, молоке развести, оно не такое сладкое будет. Не знаю. В общем, взяла. Положу в свои закрома. Раньше декабря точно есть не буду. Еще очень много скидок на вот такие чаи. Это мои просто. Уже заканчиваются, кстати, надо будет покупать. На вот такие лавере и еще разные-разные вкусы. Сейчас в АТБ тоже, кто любит такой чай, обязательно обратите внимание. В общем, я решила, что вечера я не дождусь. Сейчас быстренько померю и уже буду выбегать. Все черное. Я померю только здесь, получается, костюм с жилеткой. Три вещи. А вот это я мерить не буду. Вы уже плюс-минус на мне вот такие видели. Бесшовные, классные термолосины. Я заказала и себе, и маме. Очень удобно, комфортно. Единственное, что я хочу теперь заказать какую-то найти тунику, чтобы... Мне кажется, такие лосины лучше с туникой смотрятся, чем со свитером. Их я сейчас мерить не буду. Я думаю, что с размером я надеюсь угадала. Ну, если на меня будут большие, отдам две пары мамы, и маме я себе буду потом другие смотреть. А вот костюм мне интереснее, как на мне будет смотреться. Купила его по черной пятнице. Костюм тройка. Сейчас будем мерить. И, конечно же, мой любимый черный цвет. Ну, как бы... Как бы да. Ну, с размером, судя по всему, я угадал. Угандал. Вот. Снимаю вам горизонтально, чтобы видно было в полный рост, потому что, к сожалению, моя камера не позволяет это делать, если я буду, ну, типа, в обычном формате. Это для тех, кто постоянно спрашивает, а почему так? Вот такой вот. Ну, обычный, стандартный черный костюм. Ничего такого. Капюшон такой какой-то он интересный. Я не знаю, видно, не видно. Такой какой-то... Не знаю, что там внутри. Что-то такое непонятное. Не знаю, я вот это подумала, может мне в этом костюме сегодня вообще хорошо его постирать. Не, ладно. Сегодня что-то другое одену. Хотела поехать уже в этом костюме. И сейчас примерю, к нему еще жилетка идет. Ну, по виду неплохо. А как оно в носке, знаете, будет, как оно это, это уже... Это сможет показать только время. Ну, вот так этот костюм выглядит с жилеткой. Не знаю, видно вам, как качества нет. Ну, такое... Ожидание, реальность, как говорится. Оно всегда на фотографиях чаще всего выглядит лучше, чем есть в жизни. Но в целом мне нравится, учитывая то, что у меня вообще не было толком низа нормального, ни костюма, ничего. Именно для прогулок с Микки я его покупала. Ну, первое время, мне кажется, пока с ним все нормально, можно и на выход его. Мы его власти. Сейчас буду собираться. Не знаю, неплохо. Можете сказать, что черный цвет, вот это вот все дела. Я хотела поярче, я хотела синий, но такого формата костюмов не было. Был костюм двойка синий, но там меня смущало. Смущали некоторые моменты, поэтому я уже взяла этот черный. Еще немножечко похудею к следующему сезону. Я думаю, что буду уже покупать и поярче вещи. Надо к этому привыкать. Но к этому, честно говоря, до сих пор тяжело привыкнуть. На мне размер, по-моему, 50-52 или 52-54, что-то такое. Я хотела там поменьше, но я так посмотрела, он как бы типа прилягающий. Я думаю, но меньше оно бы вообще уже не свистило. Ну, как бы буду ожидать ваших комментариев. Волосья. Кстати, волосы... Вот так вот ближе показать, может, ткань будет виднее, лучше. В перевернутом виде тут какая-то надпись. Ну, прикольный такой. Покажу внутри. Вот такой он внутри. И сам сам костюм. По-моему, неплохо. Веселый комментарий по поводу волос, кстати. Прохожу сейчас курс никотиновой... Ой, как мне заслетело глаза. Никотиновой кислоты. Ну, что могу сказать? Выпадать, конечно, что они не перестанут. Ну, хотя бы я поспособствую росту новых волос. А что нет? Надо же делать всё, что ты можешь делать. Правильно? Выше головы можно прыгнуть, но не всегда. Поэтому такое. Сейчас буду снимать костюм, не поеду, в нём. Его надо постирать. Я всё-таки не могу, как бы мне некомфортно. Уже тогда постираю. Не знаю, жилетку в этом году буду носить или уже в следующем, потому что уже прохладно. Ну, посмотрим. По качеству, по носке смогу рассказать только через время. Вообще, написано ткань трёхнитка. Ну, достаточно такая. Ну, вот такая вот она внутри. Поэтому такой. Кстати, за носки там писали как положительные, так и отрицательные отзывы. В итоге там я ещё пару отзывов получила уже в личку, не в комментариях. Тоже они разно... Разноплановые. Ну, что я могу сказать? Так критично говорить о том, что, типа, стыдно там кому-то подарить или не стыдно, но я решила вот такой вот сделать подарок. Уже как-то другие сейчас выбирать носки. Ну, не знаю, если я что-то увижу, ещё лучше. Но это опять же, это никакой нет гарантии, что они будут там прям хорошие или плохие. То есть это что-то... Ты такого тут не предугадаешь. Поэтому тут каждому своё. У меня уже пару человек взяли ссылки. Там, где я заказывала вот эти носки, я дала страничку в Инстаграме я заказывала. Поэтому шо я могу сделать? Шо я могу ещё сказать? Шо є? Шо маємо, то маємо, и того ради ему. Вот таке у нас життя цікаве. Не завжди мы робим правильный выбор и не завжди мы можем быть прави. Всі. Я не только там под себе. Або типа я права, а все ничего не. Ну, таке бывает. Всё, ребятки, буду собраться, бо часики тикают. Гуд морнинг. Посмотрите на мой красивый собачик. Собачик. Собачик-соророчек. Пойдём, пойдём. Я просто холодная. У меня такая какая-то сапсатая с утра странная. Нам этот комбезик мама отдала. Он был у Филя изначально, но мне кажется Микки он идёт больше. Ну, по крайней мере, он его не обтягивает. Единственный из всех, шо есть. Запахи, запахи, запахи. У нас сегодня морозец с утра. прохладно. Да? Ну, ну, что? Пойдём, пойдём гулять. Надо гулять с утра. Как-то сегодня я ещё и проспала, в общем. Так себе день начинается. Вчера аж по факту я съездила, поснимала видео. Офигенное получилось. с детками осталось только смонтировать. А это иногда, между прочим, сложнее всего, потому что там вот эти вот кусочки, всё не перепутать, всё сделать. В общем, я уверена, что всё получится. В себе сомнений не имею в данной стезе, потому что я обожаю эту творческую такую работу интересную. Где можно будет увидеть. На YouTube понятно, что я всё выкладывать не буду, потому что это же я не для себя видео делаю и не для своего портфолио. Скорее всего, я в Facebook. когда его выложат, я себе репостан на страницу, поэтому кому интересно, там сможет посмотреть и ознакомиться с этим видео. Вот. Всё было хорошо, отлично. до того момента, как я уже ехала назад домой и что-то мне реветь захотелось. В общем, продала я маршрутки, потом ещё встретила собаку, давай поесть вечером, и меня туда ещё больше накрыло, короче. И вот это я вам записывала вчера в конце видео, разревелась, разрыдалась, потом поняла, что не совсем это то, что нужно сейчас людям, поэтому доснимаю видео уже сегодня. Надеюсь, я заберу ещё последнюю посылку. Не, с точки зрения типа заработка и блэра я делаю неправильно, надо было выложить своё нытьё, а сегодня снимать ещё одно видео. Но с точки зрения человечности я решила, что будет, да будет так. Свой выбор я, мне кажется, уже давно сделала. единственное, что по этому поводу хочу сказать, ну, и из-за войны в том числе меня накрывало вчера, и из-за других разных моментов, что если вы когда-то расклеиваетесь, не сдерживайтесь, не сдерживайте свои эмоции, иногда лучше прожить что-то, переплакать, перед, ещё что-то, чем это всё держать в себе и таким образом усугубить ещё больше проблемы. Вы не одни, мы все порой бываем слабые, не всё так у нас в жизни получается, как нам хочется. Какая-то фраза вчера мне в голову пришла, насильно мил не будешь, вот. поэтому я очень бы хотела себе пожелать, ну, вот это одно из желаний в новогодние... Фу, муки, нуля, можно на секунду отвлечься, он спрятался за капюшоном и чудо. Одно из то, что мне хотелось бы пожелать себе в новогоднюю ночь, это, знаете, научиться плыть по жизни самостоятельно, опираясь... Давай-давай-давай-давай, ну лёд. Я ж не боюсь, а ты боишься. Опираясь исключительно на свои плечи. Вот это вот будет лучше всего. Никому не привязываться, ни к чему. Вот, потому что я это всё очень так щепетильно тяжело переживаю и мне потом заново вступать в какие-то отношения и так далее. Мне это трудно и мне это больно. Но ось такая людина, что пробуешь? Да, так и живем. Да, ты ешь. Я надеюсь, что я сегодня заберу посылку, вам уже... Это последняя, по-моему. А не, не последняя, я там ещё кое-что, короче, выиграла, но это уже придёт позже. Сегодня покажу именно то, что я заказывала плюс-минус чёрную пятницу. И это относится к новогодним подаркам. Возможно, для кого-то это будет тоже идея сделать что-то подобное. Так, посылку я забрала. Ваше предположение, что тут может быть. Сейчас будет быстрая распаковка чек. Потому что уже телефон садится, у нас опять воздушная тревога, вторая за утро. Как-то закончилось, потом опять началась, в общем. Так и живём. Всё надо быстро, потому что можно не успеть. Вот. Так, сейчас посмотрим. Сейчас было посмотреть. Ну, так странно, мне сказали, посмотри на почте, когда я заказывала. А там на посылке написано, типа, на дозволу, на дозволу. Ну, я так и могу. Вот. Я уже на почте не смотрела. Сейчас посмотрю. вместе. Вместе с вами. Так. Ага. Сейчас вон она хочет открываться. Вообще, мастер распаковки у меня опыта нет. Тем более быстро. Вау, девочки, смотрите, какая красота новогодняя. В общем, вот это вот коробочки. Ну, конечно, тоже собери сам. Я пока не знаю, как я это буду делать. Чего вам показать. Так, покажу, что-то подкрыть, чтобы было аккуратнее. Что, надо, тут залипнуть. Не, надо тут не бачу. А, не, бачу. Бачу, бачу. Это посылка, которая изначально типа потерялась. В общем, вот такие вот. А, тут два вида коробочек, в принципе, их видите. Вот такие вот. Так, это, конечно, еще собери сам. Накусь надо будет. Ну, тут как бы вот заломы есть. Я думаю, что-то не сложно. Ну да, вот, грубо говоря, вот так вот это будет выглядеть. Вот такой высотой коробка. Наверное, я не знаю, двухсторонним скотчем вообще обычно такую скрепляют или как. Ну, в общем, вот такая коробочка будет бокса подарочного и вот такая вот. Таких у меня две, таких вот три. Мне они больше понравились это с елочками. Мне кажется, очень красиво так по-новогоднему. Качество более-менее, ну, судя по стильным ощущениям хорошее. Вот, коробочки это одно и второе это вот такие вот вообще это бирки, но о боже, классно, классно, что мне попалось именно серебряное. Вообще, это бирки, которые там можно привязывать к чему-то, но я хочу просто эту штучку, вот одну вам пример покажу, положить в коробочку. так, сейчас вам покажу, ладно, не получается, ну, в общем, ладно. Вот, зитры, тоди, знайся, счета, бачка, новом роте. Здесь абсолютно все разные эти предсказания, там, по-моему, несколько только повторяется, и получается, я их сделаю, заклею вот этой вот голограммой, вообще, смотрите, какая красота, красота, заклею вот этой голограммой, человек себе сотрет монеткой и прочитает свое предсказание. Мне кажется, это интереснее, чем там какая-то открытка, вот, но это лично мое мнение, очень такие яркие, как раз Новый год, Год Дракона, вот, я думаю, что понравится, ну, вам еще одно предсказание покажу. Церик принесе счастье та успех комусь, сподеваюсь, поэтому вот такая вот посылка, на этой чудесной, мне кажется, очень красивой такой ноте, боже, я рада, что у меня серебряная, потому что там были вообще разные цвета, и там сказали, что, типа, какие будут наличия, какие и отправят. На этой чудесной, красивой такой ноте, сейчас вам покажу, виды коробочек вот такие вот у меня будут, я буду заканчивать свое видео, спасибо вам большое, что посмотрели его до конца, вы слышали, где-то в чем-то, приняли, не приняли, в любом случае буду ждать ваших комментариев по поводу каких-то определенных фрагментов, или по моему новому образу, новой одежде, или вот по вот таким вот мелочам, таким вот вещам. Берегите себя, всем мирного неба над головой и поменьше воздушных тревог. вне 4, 5, 5, 5, 7, 7,